мы продолжаем нашу прогулку по музею барджелло и так сказать начинаем продолжать возвращаясь к микеланджело вот к этому тондо тондо пити всем знакома микеланджело вская дони тондо эта вещь висит в уфице и возле нее всегда толпа но это не единственная тондо которая создал микеланджело дело в том что форма тондо круглые картины была очень модной во флоренции в те времена тондо писали все гирландайо который был в самом расцвете сил написал поклонение волхвов там же в уфице висит вот эта картина боттичелли в палаццо пити бартолини тондо написанная моим любимым филиппо липпи возле которого можно стоять ну пока ноги не отвалятся лука сеньор элли лоренцо декрэди рафаэль тондо писали все ну мода интересно что вот эта работа написанная последователем андрея дель сарту была продана недавно на аукционе в берлине за 2 миллиона юро с копейками ну вот работая над давидом микеланджело создал еще два тондо два барельефа он ведь всегда был завален заказами поэтому работал одновременно над несколькими вещами какие-то из них ему не удавалось закончить потому что на него наваливали новые заказы в общем одно из этих двух тондо находится сейчас в лондоне и это единственная в великобритании работа микеланджело в мраморе мы говорим о барджелло да но поскольку эти два тондо были сделаны практически одновременно имеет смысл хотя бы чуть-чуть поговорить про тадеи тондо заказал эту вещь тадео тадеи купец а по совместительству знаток искусства и меценат в его доме например довольно долго жил рафаэль рафаэль кстати подробно изучал этот он до микеланджело когда работал над композицией своей мадонны дель прату которая висит сегодня в кунст-хисториш из музеум в вене и от нее тоже отойти невозможно так вот изучал рафаэль тадеи тондо совсем не зря композиционно барельеф очень интересен наш глаз прежде всего падает на христа естественно потом с его тело по диагонали переходит на голову мадонны и затем на иоанна крестителя который как мы помним являлся покровителем флоренции он протягивает младенцу иисусу щегла а щегол по христианской традиции это символ страстей крестовых поскольку когда христос нес свой крест к нему подлетел щегол и стал выклевывать терновые колючки правда с другой стороны эта птичка была довольно популярным домашним животным в то время подобным же образом многие исследователи видят символ креста скрещенных руках иоанна крестителя но и это предположение не доказано вот что очевидно так это то что на боку у иоанна крестителя висит крестильная чаша его с этим атрибутом довольно часто изображают ну вот микеланджело не успел закончить это тондо папа юли второй в начале 1505 года вызвал его в рим юлий хотел чтобы микеланджело сделал для него гробницу это был огромный заказ над которым микеланджело работал так сказать он and of всю жизнь и не успел его закончить а тондо это попутешествовала в своей жизни 1568 она все еще находилась вот здесь в палаццо тадеи через сто лет она зарегистрирована поблизости от церкви сан римиджио это все еще флоренция но затем неизвестно когда тондо попала в рим а в 1822 году жан-батист викар художник и коллекционер продал тондо седьмому баронету бомону который увез микеланджело в лондон где тондо висела в доме бомона на гровинор сквер рядом с тем местом где мы жили в последний свой приезд и ходили чуть не каждый день по дороге в национальную галерею затем тогда и тондо было завещано королевской академии попала соммерсет хаус затем в национальную галерею какое-то время висела в вены виктория энд альберт музеум и наконец попала в берлинтон хаус когда в 1868 туда переехала королевская академия вот такой неугомонный путешественник это тондо тадеи ну вот а говорили мы о нем потому что она почти парное для того тондо которая висит в барджелло пинти называемая так потому что понятно заказал его бартоломео питти это довольно большой барельеф 82 на 85 сантиметров композиционно здесь в центре мадонна а не христос более того она отвернулась от ребенка она полностью погружена в себя и как бы смотрит в будущее которое ему уготовано на это указывает и пути у нее в волосах считается что это тоже признак того что она видит будущее причем интересно ее голова выходит за рамки барельефа вверх и вперед такое впечатление что она пытается вырваться из того мира который стоит перед ней и ее сыном мария сидит на прямоугольном камне считается что это символ того камня на котором построена церковь а за ее спиной еле видим низким рельефом иоанн креститель причем если приглядеться мы видим движение резца такими же короткими диагональными штрихами работал его учитель гирландаю именно эту технику и перенял от него молодой микеланджело теперь если мы приглядимся к лицу мадонны то мы увидим что она очень похожа на все те которые микеланджело ваял примерно в это же время и пьета при входе в сан пьетро в ватикане и мадонна брюге которую мы видели много лет назад и о которой забыть невозможно да и собственно это лицо такое же рот нос глаза те же самые многие исследователи даже считают что для всех этих работ моделью служил один и тот же человек причем мужчина похоже что большое влияние на него оказывал вот этот сегодня утерянный картон леонардо например микеланджело с помощью техники стетчатту добивается примерно той же атмосферы что и леонардо эта техника в зависимости от давления на резец позволяет достигать глубины всего в несколько миллиметров что дает ощущение пространства вот как здесь с иоанном крестителем за спиной который гораздо дальше от нас чем христос правда ведь причем созданная намного раньше мадонна дала скала совсем другая микеланджело было тогда 15 сегодня она висит в касса буонароте это музей микеланджело во флоренции о котором мы еще поговорим в одном из фильмов судьба пить и тондо тоже интересно миниату пить и сын бартоломео который заказал тондо подарил его одному из гвичардини а вот потом следы этой работы теряются его нашли только в начале девятнадцатого уже века в лотарингии где какое-то время жили последние из медичи власти флоренции выкупили тондо и вернули в начале в уфицы а потом в барджелло многие считают пить и тондо не оконченной работой но если это и так возможно микеланджело специально оставил ее такой как есть она и так хороша в этом же зале еще одно тондо на ту же тему это джованни франческо рустичи очень интересный скульптор здесь в барджелло несколько его работ мы еще какие-то из них увидим он происходит из благородной семьи рано выказал способности к скульптуре к искусству и лоренцо великолепный определил его студию квирокки а потом рустичи занимался с леонардо и они даже снимали квартиру вместе какое-то время русичи кстати был учителем бачо бандинелли о котором мы говорили в прошлых фильмах и соответственно дедушкой по искусству для аманати после последнего изгнания медичи из флоренции рустичи поехал во францию по приглашению франциска первого но после смерти короля умер в нищете в туре ну вот это тондо было заказано арте де ла сета гильдия производителей изделий из шелка о которой мы так много говорили в фильмах об арсан микеле понятно что тондо рустичи сделано под большим влиянием микеланджело ского тондо тадеи тем не менее это очень интересная работа в отличие от микеланджело который показывает силу мадонны русичи показывает ее женственность мягкость это мать просто мать которая любуется своим ребенком она ничего не знает и не хочет знать о его будущем а мы возвращаемся к микеланджело здесь в барджелло есть одна очень интересная работа на которую не всегда обращают внимание а напрасно это один из неоконченных мраморов микеланджело сделан он по заказу бачо валори который был назначен так сказать папским губернатором флоренции в 1530 с приходом к зима первого валори вместе со своим сыном и племянником был обезглавлен борьба за власть есть борьба за власть работа осталась не оконченной и до сих пор не вполне ясно что это такое многие исследователи считают что это аполлон который достает стрелу из колчана за спиной другие говорят да нет же это давид смотрите одна его нога стоит на голове голиафа а одна рука за спиной так это же проща у него там можно наверное так интерпретировать во всяком случае в барджелло надпись возле статуи гласит давид аполлон ну так на всякий случай как бы там ни было если это аполлон то женственность этого образа очевидно примерно так аполлонные и изображают а если это давид то в отличие от того гиганта борца и воина которого мы знаем здесь микеланджело показал такого действительно пастушка которому повезло попасть из своей прощи в лоб голиафу но самое удивительное в этой статуи и и и поворот поворот тело героя кем бы он ни был вот такое в искусстве скульптуры было пожалуй впервые после смерти валорий статуя это попала к козимо первому стояла у него во дворце вместе с наиболее важными произведениями скульптуры потом попала в бабу ли гарденс затем в офици и наконец в барджелло ну вот а теперь нам предстоит поговорить об очень важной как бы идеологически важной для микеланджело работе это бюст брута который стоит здесь же рядом с бахусом сансовино вообще с чего бы это микеланджело сделал этот бюст республиканца с чего это он сам стал таким ярым республиканцем почему он возненавидел медичи и пытался добиться их изгнания разве лоренцо великолепный не обеспечил начало его карьеры предоставив микеланджело место в своей академии и фактически в своей семье разве папа лео десятый не помогал молодому микеланджело настолько насколько только было возможно они ведь были дружны с будущим папой когда были юношами именно лев десятый нанял микеланджело для огромной работы по созданию капеллы усыпальницы медичи сан лоренцо что же за такая черная неблагодарность со стороны великого микеланджело да только все не так просто медичи которые правили флоренцией и тосканой сейчас были совсем другими этого мне лоренцо великолепны и даже не папа лев десятый в общем для того чтобы во всей этой истории разобраться придется вернуться аж на две тысячи лет назад потому что именно тогда эта история и началась тогда в 510 году до нашей эры римом управлял торквини гордый последний из этрусских царей царь как царь а вот его сын на одной из попоек золотой молодежи заявил что может добиться благосклонности любой женщины тогда один из присутствующих молодых людей заявил что ну вот с моей-то женой это у тебя никогда не получится в тот же вечер когда мужа не было дома царский сын проник его жене и заявил что если она сейчас же не согласится принадлежать ему то он ее убьет заколит какого-нибудь из слуг и объявит что застал их в прелюбодеянии и не мог смирить свой гнев после того как он добился своего поруганная жена звали ее лукреция прибежала к отцу и мужу все рассказала и потребовала мщение пока они думали дорядили все-таки царский сын она сказала ах так вы даже жен своих защитить не можете выхватила кинжал и у всех на глазах закололась история благодетельной лукреции была отражена с тех пор в множестве произведений искусства очень популярная тема ну вот после такого эффектного хотя и трагического развития событий муж и его сторонники взяли наконец оружие в руки подняли восстание и изгнали царя торквиния гордого так вот одним из главных деятелей этого восстания был некий лучший юний брут сам между прочим царский внук так вот после успешного завершения восстания этот брут поклялся при всем народе что пока будет жив хотя бы один брут никакой царь не будет властвовать над римом проходит почти 500 лет мы переносимся в 45 44 года до нашей эры поведение юлия цезаря начинают появляться диктаторские нотки и многие вокруг считают что он пытается примерить на себя царскую корону одним из близких к юлию цезарю людей очень близких людей был маркус юниус брут да а надо сказать что одна из основных черт характера древних римлян был не просто пиетет перед предками не просто их почитание а какое-то благоговение перед ними портреты предков их деяния все что было с ними связано хранилось бережно из поколения в поколение а надо сказать что бруты всегда стояли высоко в риме и их деяния на благо города можно проследить по сохранившимся документам в течение чуть ли не всех этих 500 лет поэтому фраза сказанная другим брутом около 500 лет назад всем было известно ее так сказать в школе проходили это же основа республики да ну вот и когда цезарь стал проявлять замашки царя во всяком случае как другим казалось молодому бруту не давали прохода слушайте вообще брут или кто ты что все забыл ты собираешься сделать то чего все ждут от тебя совесть у тебя есть ты что предков не почитаешь и тогда брут сделал то что он сделал причем мы помним что его предок был внуком царя которого он изгнал так вот у матери этого молодого брута примерно за год до его рождения была связь с юлием цезарем и по некоторым версиям которые в общем косвенно подтверждаются поведением самого юлия цезаря брут был его незаконным сыном ну вот теперь мы переносимся еще на полторы тысячи лет вперед год на дворе 1537 нашей эры тосканой правит герцог александро де медичи и до история пишется победителями но судя по фактам александро де медичи был ну совсем уже негодяем его ненавидела вся флоренция и наконец составился заговор в котором участвовал его дальний родственник и александро де медичи был убит республиканцы воспряли и считали что это конец медицейской эры ничего подобного на смену александро пришел совсем еще молодой казино де медичи из младшей ветви первый великий герцог тосканский который властвовал больше 30 лет твердой рукой но был весьма грамотным властителем очень много сделал для города и в общем следующие 200 лет медичи столько сделали для искусства и культуры сколько наверное ни одна царствующая семья в европе но все это впереди микеланджело ничего об этом еще не знает он опасается второго такого же александро поэтому когда в 1540 ему предложили извоять бюст брута он взялся за эту работу теперь с нашей точки зрения не только с криминальной но прежде всего с этической брут преступник не правда ли ну в самом деле убить человека который тебе до конца верил но мы знаем что судить то надо не по нашим этическим меркам а по тем которые существовали во времена когда действие было произведено поэтому с точки зрения микеланджело брут фигура вполне героическая ну в самом деле ведем спас рим от потенциального тирана тем не менее если мы посмотрим на выражение его лица на все эти напряженные мышцы шеи то поймем что нелегко ему живется в том числе и самим собой от нас он просто отвернулся может быть не может смотреть людям в глаза кстати очень скоро уже в 1545 через пять лет после того как микеланджело изваял своего брута брут стал считаться убийцей да еще за несколько веков до микеланджело данты поместил брута в самое пекло ада причем навечно и сравнить брута можно было только с иудой со временем микеланджело и сам переменил свое мнение о бруте и стал считать его убийцей теперь интересно что микеланджело вский бюст сделан как бы по следам как бы на основе вот этого император каракалла судя по всему мерзавец еще похуже алисандро де медичи правда микеланджело о действиях императора скорее всего не знал и еще одна так сказать ирония судьбы в 1590 великий герцог тосканский фердинанду 1 де медичи купил этот антимедицейский бюст и установил его на одной из своих вилл насколько я понимаю вот на этой остается может быть добавить что бюст брута это единственный бюст который микеланджело изваял когда-либо и это единственная его работа связанная с каким-то конкретным политическим событием убийством алисандро де медичи ну вот теперь мы прощаемся с микеланджело точнее с его работами в борджелло пора двигаться дальше по залам этого замечательного музея алисандро де медичи и алисандро де медичи алисандро де медичи